всем привет дмитрий аношин мы на курсе введение аналитика инженерных данных проходим модуль по облачным вычислениям и сегодня мы поговорим про профессии в облачных вычислениях и сертификацию начнем мы как обычно с цитаты the capacity to learn is a gift возможность обучаться это само по себе подарок the ability to learn is a skill возможность учиться также это и навык для того чтобы захотеть учить да и изучать что-то новое тут уже нам необходимо действительно захотеть надо себя смотивировать и учиться вот может быть не очень удачно перевел но надеюсь смысл вы поняли вот это сказал браин хербертон out автор многих книг причем я смотрел книги по sky fiction вот ну поговорим сегодня про сертификацию которая есть в айс вайзер и в google клауд платформ я сам готовился и сертификация дубль с и пробовал сдавать и сдавал успешно и проваливал и также по эйзер а по эйзер еще не провалил экзамены но тоже сдавал некоторые про это поговорим а вот картинка доступных бейджиков из и дублей специализации есть уровень фондашинал там только экзамен клауд проекционер есть следующий уровень ассошеид solution-архитектор сисопс администратор и девелопер и есть профессионал уровень это салют архитектор профессионал и девопс инженер профессионал то есть я сдавал клауд проекционер точнее готовился к нему два раза у меня там был дисконнект во время онлайн сдачи и все закончилось я уже не стал заморачивать переставать поставил себе джек линк ты что я его стал также есть специализации а специализации здесь уже о конкретном вещам раньше он была бигдейта специализации сейчас есть дает аналитикс есть отдельная специализация по машин лернингу также добавили недавно алексос хилл билдер алексос голосовой помощник безопасности по нет то есть зависит от того чем вы занимаетесь есть есть целый целый паф на целый путь подготовки я еще также сдавал экзамен solution-архитектор вот с насколько мне я прошел тренинги в амазоне онлайн но что-то у меня не получилось дать я уже не стал пересдавать вот по бигдата специализации я прошел все тренинги но чего-то уже после того как у меня два раза был дисконнект по клауд проекционеру мне уже не хватило сил за скедл лить издавать и он это уже написал лингстин что я его сдал вот посмотрим а какие требования к этим ключевым экзаменам есть и блэс клауд проекционер то есть он самый базовый самый простой я вообще всем рекомендую иметь либо его либо эйзер фундаментал то есть там такие основы которые многие из которых мы уже затронули здесь да и плюс дополнительно там конкретные продукты вот то есть все начинать с того а что такое вообще облака на какие там принципы архитекты архитектурные а как value preposition да чем отличается облака то не облака и вот дальше начинается уже немножко совсем не сложно но просто надо знать какие сервисы и для чего они используются вот про безопасность да и винеты сабнеты и там хеширование и ключи то есть какие сервисы обеспечит безопасности отдельная информация по биллингу по оплате как можно посмотреть информацию как это все оплачивается вот и принципе принципе все то есть это будет достаточно чтобы сдать клауд проекционер экзамен следующий экзамен посложнее уже такой тут уже требуется конечно опыт работы с и блэсом желательно там что-то строить что-то делать солюшен архитектор это уровень ассошее вот конечно здесь они требуют уже hands-on experience с устроение каких-то реальных систем вот нюанс один из всей этой сертификации в том что они могут часто спрашивать не просто какое решение будет использовать а именно его функциональность да то есть надо знать настройки конкретные фичи там конкретного сервиса прям дай нам и дебил немного вопросов было вот там по опциям дай нам и деби про которых они очень хорошо знал и то есть про продукты которые там будет ну желательно конечно знать что за вещи и что будет спрашивать вот здесь уже как бы в целом по решениям более глубоко то есть даны и много там примеров например у вас есть такая ситуация какое бы решение вы использовали вот и дата аналитикс который раньше нас бигдат специализация то есть по сути здесь все про сервисы и блэс про которым мы говорили на прошлом уроке вот все что с этим связано я проходил обучение но так в итоге не попробовал стать из подготовки к и блэс экзаменам есть официальные тренинги и блэс и от партнеров но они достаточно дорогие есть классный ресурс и клауд гуру которую приобрел также linux академию вот там прям много материал и там я проходил по бигдат специализации много материалов лабораторной работы и самая главная ценность всех вот этих площадок то что вам дают доступ к и блэс потому что это уже не на виртуальной машине локальном компьютере запускать что-то вам надо реально реально облака реальные кейсы и это стоит денег поэтому вот например оплачивать подписку клауд гуру дешевле и там уже пробовать запускать разные сервисы чем например самостоятельно есть отличные книги у и блэс а и по солюшин архитектор здесь вот пример advanced networking вот такие книжки они тоже помогают а на курсере есть материалы и есть еще quick labs там по google клауду и по и блэс а много материалов вот теперь про эйджер сертификация то есть у них для каждой специализации есть фундамент алс а есть easy 900 это у нас и жир фундамент алс я его недавно сдал а есть например гиппи 900 это у нас да это фундамент алс есть еще по и ай 900 да то есть это по артифе желт а фундамент алс и дальше идет специализация например по дате есть dp 200 dp 201 который сейчас уже по моему заменили на dp 300 скорее всего они туда добавили синапс вот и в принципе да вот можно выбрать свой путь кем вы себя видите какую специализацию вот и если у вас есть например сертификация последнего уровня например и блэс и эйджер уровня профессионал то это значит вы действительно разбираетесь в облаке разбираетесь в этой специализации потому что ну достаточно серьезные экзамены и к ним они невозможно просто так подготовиться не имея там реально реальной практики но вот и продолжение да у нас есть и я инженер дэйта сайентист и иот-девелопер а даже с айпи ворклоудс и датабейс администратор вот но самое классное это конечно экзамен который эйзер девопс салюшен экзам айзи 400 возможно есть боль более свежая картинка есть дополнительные экзамены вот но к ним также надо готовить если посмотреть по подготовке к экзаменам то microsoft дает нам достаточно материалов бесплатных для онлайн подготовки абсолютно для каждого экзамена вот есть платные тренинги да на которые у microsoft а и на клауд гуры конечно у нас есть тоже по также поеду блэс есть и по эйзер ну и на курсере я тоже видел видел курсы следующий у нас google клауд там меньше всего экзаменов есть фондей шинал google клауд сертифайт вот другой по джи сюта которые они не очень полезен вот следующий уровень архитектора и есть специализация есть дата инженер есть network и security и еще есть клауд девелопер вот зависит от того где вы себя видите каким решением больше нравится работать подготовку google экзаменом а вот этот паре чувак дэн сулливан первых он написал очень классные книги очень подробные по по каждому экзамену вторых на юдеме у него курсы и часто я в телеграм-канал скидываю ссылки на его бесплатные лабораторные работы а на курсере один из первых появились сертификации google прям подготовки google но они недоступны были в бесплатном режиме потому что опять же там есть стоимость для лабораторных работ самая самая сложная самая неудобная подготовка экзаменом с клаудом потому что вам реально доработающие облака для того чтобы оплачивать чтобы вы могли запускать реальные сервисы которые стоят денег и последний так в клапс вот там есть лабораторные работы вот теперь вопрос она нужна ли нам сертификация а у каждого есть свое мнение по этому вопросу и для этого я даже провел небольшой опрос а в телеграм-канале задал вопрос как вы считаете помогает сертификации не помогает вот сам популярная ответ что не сильно она помогает при приеме на работу не дает вам никакого преимущества но тем не менее не менее позволяет систематизировать знания вот я лично выбрал ответ во первых познамает помогает узнать best practice потому что часто мы работаем с инструментом и даже не догадывается что он умеет делать вот тут мы конечно можем узнать вот другой вопрос я указал что я могу себе указать в резюме сертификаты которых по факту не имея и кто сильно по этому поводу не заморачиваться не проверит потому что знание которое мы получаем когда мы сдаем экзамен эта теория и она очень сильно расходится с практикой но это мое мнение вот в целом я считаю что сертификация она очень может помочь в начале вашей карьеры например вы это вы только учите дата аналитику или там что-нибудь изучаете вот у вас достаточно опытный шест на ней но вы можете поднапрячь создать экзамен и получить сертификат добавить его к резюме и вы приходите к работодателю и у вас уже у вас есть сертификаты что говорит что вы какой-никакой но уже профессионал да может быть и по бумаге по сертификату но вы уже разбираетесь в вопросе для суперопытных специалистов это может быть только требования например а очень много люди говорили про консалтинг я сам со своей консалтинг-компании занимался и для того чтобы партнером microsoft или партнером AWS или там табло первое требование это сдать сертификаты и там написано сколько и каких второе требование это заплатить членский взнос да там три например три тысячи долларов в год надо заплатить чтобы быть партнером табло или полторы тысячи чтобы быть партнером microsoft silver и если мы хотим гол то это уже там три тысячи и надо там три-четыре сертификата сдать то есть все это стоит денег и подготовка к сертификатам занимает время вот но такое ощущение это у нас как такой firewall если у вас нет сертификата значит вы не знакомы с технологией теперь я хочу потратить немножко времени для того чтобы посмотреть на хэдхантер какие есть там вакансии потом посмотреть на индита в европе да посмотрим по ключевым словам это блеск клауд компьютинг и все что с этим связано ну давайте посмотрим вакансии начнем с хэдхантера вот я например в билл и дуэс и здесь можно посмотреть что там москва питер есть вакансии достаточно много есть и на украине если в беларуси можно можно посмотреть она и то есть вакансии принципе которые будут встречаться первое это конечно все что связано с аналитикой разрешение в аналитике очень популярны и позиции там даты инженера или машин learning инженер которые работают часто западными компаниями вот там конечно используется облачные вычисления и есть просто разработчики кодинг кодинг да и соответственно и зарплата указана в езды долларах что говорит о том что скорее всего это работать просто на запад он можно например посмотреть техникал лид а вот есть австралия ремоут то есть все эти вакансии то есть конечно открывается для опытного специалиста с этими технологиями открывается большие возможности вот техникал лид клауд платформ то есть ну вот понятно здесь решение аналитики используется строит на свое решение позиции удаленно да и офис находится в сан-франциско и есть есть возможность да если вам устроиться там в компании в западную есть возможность туда потом со временем перебраться на самом деле хотелось найти компании которые прямо используют используют эти технологии вот здесь например не сильно требуется английский начинающий вот что вот это я например посмотрел вакансии в украине то же самое есть вакансии в долларах очень много девопс девопс инженером то есть вообще классная специализация наверно девопс то есть 20 человек который занимается автоматизациям среды например когда мы говорили про cloud formation про инфраструктуру как код это все этим занимается девопс и в облачных инфраструктуре например в AWS очень много разных сервисов которые помогают нам автоматизировать и развертывать масштабировать нашу среду делать ее отказываться устойчивой собирать логи аудиты а мониторинг и все эти вещи вот то есть практически все вакансии которые вижу они очень похожи на удаленные вот хотя есть дитек но тоже девопс вот райфайзинг банк украине как а в киеве про клауд и dbs вот возможно они что-то там смотрят ну то есть если поговорятся можно найти интересные вакансии и соответственно если поставить себе цель издать сертификацию по конкретной технологии потом по ней развиваться то вакансии конечно будет все больше больше появляться вот я посмотрела и же тоже москва украина опять мы видим похожие вещи есть вот инженер microsoft и же киев девопс frontend dotnet то есть дотнет девелоперы но тут часто пишут это конечно офис 365 ну и по gcp опять сразу попадается девопс то есть вот конечно интересная специализация которая тоже можно обучиться вот и они очень очень востребована вот я посмотрел например в сиэтле все это я набрал и блэс и здесь мы видим есть опять девопсы есть просто позиции cloud software инженер да то есть люди которые создают продукты программируют их уже на облачном стеке много software инженеров да то есть который просто будет разработчик приложений на базе AWS вот например к среди хантера рабочих программного обеспечения мы мы не видели про самом были всякие девопсы или только то работа с аналитикой вот например канада ванкувер если я здесь наберу и же есть support инженер microsoft solution архитектор достаточно вот этот solution архитектор позиция на очень популярная в европе на западе то есть это человек который обладает знаниями знает продукты и может нарисовать архитектуру помочь клиенту под под его юз кейс собрать инструменты и внедрить да и показать как это делается и рассказать про best practices вот solution архитекторов то есть их очень много все эти компании они продают скорее всего эти сервисы внедряют внедряют облачные вычисления и по солюшин архитекторов cloud инженер support сервис дески то есть принципе на любой на любой вкус можно найти вакансию связанную с облачными вычислениями и например microsoft сертификация она достаточно хорошо котируется если вы ищете работу а это я открыл германию а это в германии тоже у нас есть и дуэс инженер и дуэс девопс cloud девелопер cloud инженер cloud администратор то есть это либо девопс либо cloud девелопера да то есть этот раз работа программного обеспечения либо это связано с аналитикой как принц ноут дата scientist все что нужно знать и вот у нас еще тут и синвирует у нас по-моему люксембург здесь конечно находится большой центр aws да и вообще в европе находится много где и они собирают уже много людей дата бейс инженер с европе с этим проще когда приходите на работу устраивайтесь и и уже работаете в облачной среде как будто бы так было всегда и он премис вас вообще не касается вот в россии сейчас находится на переходном этапе и конечно здесь компании которые прям используют продаж облака их очень мало если есть то скорее всего эти про они работают на запад вот давайте посмотрим про яндекс облако если вакансии у нас яндекс облаком вот ну есть рекрутер в яндекс облака хорошо разработчик бэкэнда яндекс фори лэнгвич в облако опять же да то есть они сейчас собирают людей для того чтобы внедрять внедрять строй строить решения яндекс дата инженера яндекс клауд то есть все что мы видим также что яндекс облаком пользуется только и только яндекс диска она здесь мы не найдем это здесь скорее всего еще есть а sales департамент который продает яндекс облако вот можно посмотреть а еще mail cloud даже такого слова то и нету вот есть android разработчик опять которая да то есть по тому же принципу mail собирает специалистов чтобы строить свое облако аналитик то есть очень все печально в россии с отечественными облачными провайдерами пока мы не будет ситуации когда мы заходим на хантер и вбиваем также как его и дубле с и мне выкатывается огромный список вакансий выбирая не хочу вот и сейчас по яндекс облаку по mail облаку вообще пусто соответственно пока тратить на них время не стоит лучше сфокусироваться на какой-нибудь конкретной технологии что он ближе google microsoft или amazon и дубле сом и получить сертификаты да и уже двигаться в этом направлении на этом модуле модуле все следующем модуле он последним будет облаке я хочу немножко показать на примере как можно использовать питон да у и блес есть отличный bootcamp бесплатный и мы его просто с вами сделаны то чтобы получить первоначальные навыки по работе с питом который нам пригодится в последующих модулях